Мероприятие «Вдимание. Дети» пройдет у нас в конце мая и в начале дневного дня. Это связано с тем, что религии приходят на них очередные, на летние. Поэтому статистические исследования говорят о том, что возможно увеличение количества дорожных транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей. То есть, скажем так, вот эта вот расслабленность сама по себе, праздник для религишек, хорошие погодные условия, теплая погода. Естественно, на дорогах детей будет намного больше. Поэтому и риск совершения дорожных транспортных происшествий по этому поводу увеличивается. С нашей стороны мы будем проводить профилактические мероприятия, те же самые агитационные, пропагандистские, для того, чтобы вновь акцентировать внимание на это. Как проще и понятнее разъяснить ребенку необходимость соблюдения правил дорожного движения? Да, на собственном примере и из собственного опыта замечаю, что школьников-оболтусов на дорогах Магнитогорска в разы меньше суицейдальных бабушек, полупьяных придурков и дебильных мамаши-подбаш с детьми. И это результат планомерной и постоянной работы сотрудников ГИБДД. А это соревнования школьников и их родителей в совершенствовании правил дорожного движения. И если бабушка на велосипеде выглядит прикольно, то совершенно другие впечатления получаешь от грамотных ответов подрастающего поколения. Мы стояли на субботу, везде субботники, а дети занимаются игру, занимаются реализуемыми играми, в которых они совершенствуют свои правила дорожного движения. В общем-то, это не специфично для детей заниматься именно правилами дорожного движения. Как вы достигнете? Дело в том, что сама жизнь на сегодняшний день, она требует от нас, чтобы мы обучали детей правилам дорожного движения. И мы, начиная с сентября, с учебного года, еженедельно проводим по школам мероприятия по обучению. Безумесячные, с дольцами закрепленные приходят в школу с беседой, с заведением информации о должностных отношениях, сейчас в сентябре. А также школа, она в плату занимается этим согласно планам мероприятий, которые мы составляем на весь год. Ну, сегодняшнее мероприятие, оно посвящено, во-первых, первой глобальной неделе. А вот, конечно, давно уже, в принципе, практикуем, то, что в школах вот так родители собирают с детьми, и они проводят вот такие праздники, посвященные правилам дорожного движения. И вот так родители показывают свой пример, так и дети закрепляют свои знания. Поэтому наши дети практически знают дорожное правило дорожного движения.